Всем привет! В этом видео мы с вами продолжим вязать салфетку крючком И вот на чем мы остановились в прошлой части А в этом видео свяжем 5 и 6 ряды Давайте разберем их на схеме Пятый ряд начинается с пустой клетки Затем над заполненной клеткой вяжется заполненная клетка Пустая клетка Две заполненные, две пустые клетки Итак, давайте это свяжем В начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема 1, 2, 3 И еще 2 воздушные петли для пустой клетки Поворачиваем вязание Делаем накид Заводим крючок в вершинку первого столбика За обе стенки И провязываем патентный столбик в 3 действия 1, 2, 3 Все, пустая клетка у нас готова Далее вяжем заполненную клетку В каждую петлю провязываем по одному патентному столбику Всего 3 дополнительных патентных столбика 1, 2, 3 Так Вот что получается Затем у нас идет снова пустая клетка Это две воздушные петли и патентный столбик Вяжем две заполненные клетки над пустыми клетками Накид Под двумя воздушными петлями провязываем по одному патентному столбику Затем один столбик в вершинку Первая из двух клеток готова Вяжем следующий по одному столбику под каждой воздушной петелькой И один столбик в вершинку Проверяем Затем у нас идут две пустые клетки Две воздушные петли и столбик в вершинку Снова две воздушные петли 1, 2, отсчитываем снизу 1, 2, 3 Заводим крючок в третью петлю Провязываем патентный столбик После над заполненной клеткой вяжем заполненную клетку В каждую петлю провязываем по одному столбику 1, 2, 3 Все, заполненная клетка готова Давайте вернемся к схеме И поглядим, что же нас ждет далее Итак, у нас сначала идет пустая клетка Затем вяжем прямоугольник, бантик, прямоугольник Здесь все просто Приступаем к вязанию Итак, пустая клетка Это две воздушные петли И один патентный столбик Вот Затем вяжем над бантиком прямоугольник 5 воздушных петель И патентный столбик Над прямоугольником предыдущего ряда вяжем бантик 3 воздушные петли 1, 2, 3 Посередине вяжем столбик без накида 3 воздушные петли И патентный столбик Затем снова прямоугольник Это 5 воздушных петель 1, 2, 3, 4, 5 Накид Заводим крючок в вершину первого столбика И провязываем 1 патентный столбик Далее у нас идет заполненная клетка 2 пустые клетки 2 заполненные клетки 3 пустые и 1 заполненная Я буду подсказывать, поэтому не запутаемся Над заполненной клеткой вяжем одну заполненную клетку Каждую петлю провязываем по патентному столбику 1, 2, 3 Далее делаем 2 пустые клетки Над пустыми клетками предыдущего ряда 2 воздушные петли Патентный столбик 2 воздушные петли Патентный столбик Вот Проверяйте Над двумя первыми заполненными клетками вяжем 2 заполненные клетки Это еще 6 патентных столбиков По одному столбику в каждую петлю Если здесь за мной не успеваете Не забывайте про паузу, которым можно нажать И спокойно довязать в своем темпе Провязав 2 заполненные клетки вяжем 3 пустые клетки Для этого делаем 2 воздушные петли 1, 2, накид В крайний столбик заводим крючок и вяжем патентный столбик Вяжем вторую пустую клетку 2 воздушные петли и патентный столбик 3 пустая клетка 2 воздушные петли и патентный столбик Готово! Вяжем заполненную клетку Это еще 3 патентных столбика 1, 2, 3 Как вы видите, этот ряд повторяет во многих местах предыдущий ряд Далее все просто Над пустыми клетками везде вяжем пустые клетки А над первой заполненной клеткой вяжем заполненную клетку Точно так же, как и в предыдущем ряду Вот она заполненная клетка До нее нам нужно провязать пустые клетки Пустая клетка это 2 воздушные петли и патентный столбик Просто сейчас по одной пустой клетке провязываем Здесь можно уже не считать количество клеток, поскольку мы повторяем предыдущий ряд Все необходимое у нас уже связано Так 2 воздушные петли в патентный столбик Довязываем необходимые клетки Вот как получается Ну и довяжите оставшиеся клетки самостоятельно Я дошла до первой заполненной клетки Теперь в каждую петлю вяжем по одному патентному столбику 1 2 3 Теперь мы вяжем в обратную сторону После заполненной клетки у нас идут 3 пустые клетки 1 2 3 Вот они Сейчас их нужно будет с вами провязать Ну а затем 2 заполненные Все так же, как мы уже с вами вязали Провязываем 3 пустые клетки 1 2 И над заполненной тоже пустую 3 Заводим крючок в третью петлю Провязываем пустую клетку Дальше идут 2 заполненные клетки Над заполненными клетками предыдущего ряда Это еще 6 патентных столбиков Или просто по одному патентному столбику в каждую петлю Поскольку в предыдущем ряду у нас идет тот же рисунок Довязываем Вот еще в крайнюю петлю провязываем патентный столбик Готово Затем повторяя предыдущий ряд Над пустыми клетками вяжем пустые И одну заполненную клетку Как я уже сказала Этот ряд, конечно, во многом нам напоминает предыдущий ряд И поэтому легче вязать Две пустые клетки И одна заполненная клетка Три дополнительных патентных столбика Один Два Три Приступаем к вязанию прямоугольников и бантиков Прямоугольник, бантик, прямоугольник Но здесь уже тоже понятно Так как мы чередуем Над бантиком вяжем прямоугольник Это 5 воздушных петель и 1 патентный столбик Затем бантик, 3 воздушные петли, столбик без накида Три воздушные петли, патентный столбик Прямоугольник Это 5 воздушных петель и патентный столбик Посмотрите, что должно получиться Ну и возвращаемся в начало ряда После у нас идут пустая клетка, заполненная Две пустых, две заполненных Одна пустая, одна заполненная Одна пустая клетка Вот это нам нужно с вами будет провязать Начинаем мы с пустой клетки Над пустой клеточкой вяжем пустую клетку А над заполненной клеткой заполненную клетку Раз, два, три Три патентных столбика Затем идут две пустые клетки Один, два, две заполненные клетки Две пустые клетки Это две воздушные петли И патентный столбик в крайнюю петлю Две воздушные петли Патентный столбик Над двумя пустыми клетками вяжем две заполненные клетки Над каждой воздушной петли Провязываем по одному патентному столбику И один столбик вершинки Вяжем еще раз Два патентных столбика По одному над каждой петли И один в вершинке Так Теперь остается провязать пустую клетку Заполненная клетка И пустую в конце ряда И все, ряд у нас готов Над пустой клеткой вяжем пустую Над заполненной заполненную Над пустой пустую Тут все просто Две воздушные петли и патентный столбик Затем заполненная клетка Это три патентных столбика Один Два Три И еще одна пустая клетка Две воздушные петли Накид Отсчитываем третью петлю Неважно с какой стороны Третья петля находится у нас посередине Можете снизу отсчитать Можете сверху Раз, два, три Заводим крючок в эту петлю И провязываем патентный столбик Вот такой край у нас получается Очень все красиво и аккуратно Ряд готов Посмотрите, что получилось Вот он какой Можно его сейчас прогладить, чтобы в дальнейшем было удобнее вязать И приступаем к вязанию нового ряда Вот он Начинается также с пустой клетки Затем идут 4 заполненные клетки 2 пустые клетки 1 заполненная 1 пустая клетка Начинаем ряд с 3 воздушных петель подъема И еще 2 воздушных петель для пустой клетки Поворачиваем вязание Делаем накид Заводим крючок в первую петлю И провязываем патентный столбик Над заполненной клеткой предыдущего ряда вяжем заполненную клетку по одному патентному столбику в каждую петлю И еще один патентный столбик Теперь над пустой клеткой вяжем заполненную клетку под каждой воздушной петлей И провязываем по одному патентному столбику Один Один И один столбик в вершинке Нам остается провязать еще 2 заполненные клетки Над заполненными клетками предыдущего ряда Это дополнительно 6 патентных столбиков Провязываем их Не торопясь Пусть салфеточка у нас будет очень красивой Ну и сам процесс вязания тоже очень важен Я надеюсь, что вам нравится вязать такую красивую салфетку Провязали 4 заполненные клетки Далее делаем 2 пустые клеточки Над пустыми клетками предыдущего ряда Повторяем предыдущий ряд 2 воздушные петли 1 патентный столбик 2 воздушные петли 1 патентный столбик Вот как красиво получается Далее у нас идут заполненная клетка и пустая Точно так же, как и в предыдущем ряду Заполненная клеточка Это еще 3 патентных столбика По одному столбику в каждую петлю И пустая клетка Это 2 воздушные петли Накид Заводим крючок в вершинку Провязываем патентный столбик Мы с вами справились Смотрим Далее идут бантик, прямоугольник, бантик Все очень просто Приступаем к вязанию Над прямоугольником вяжем бантик 3 воздушные петли 1 2 3 И под 3 воздушной петли столбик без накида 3 воздушные петли Патентный столбик Над бантиком вяжем прямоугольник Это 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 Затем патентный столбик Вот Над прямоугольником вяжем бантик 3 воздушные петли Столбик без накида 3 воздушные петли Патентный столбик Вот мы с вами довязали Давайте обратимся к схеме У нас идут 2 заполненные клетки Затем 5 пустых клеток И 4 заполненные клеточки В этом ряду немножко иначе, чем в предыдущем Но ничего, мы с вами справимся Итак, вяжем 2 заполненные клетки Сначала над заполненной клеточкой Заполненную Это 3 патентных столбика По одному столбику В каждую петлю 1 2 3 Затем над пустой клеткой вяжем также заполненную клетку Под каждой воздушной петелькой вяжем по одному столбику и 1 столбик в вершинке Следите, чтобы провязанные вами столбики не смещались Теперь 5 пустых клеток 2 воздушные петли Патентный столбик Вот первая клеточка у нас готова Остается провязать еще 4 1 2 3 4 Вот они Итак, 2 воздушные петли 1 2 3 В третью петлю заводим крючок Провязываем патентный столбик 2 воздушные петли Накид 1 2 3 В третью петлю заводим крючок Провязываем патентный столбик Снова 2 воздушные петли И над двумя пустыми клетками вяжем 2 пустые клетки Вот У нас осталась всего 1 пустая клетка в нижнем ряду Начиная с нее вяжем 4 заполненные клетки Накид Накид 2 патентных столбика По одному столбику над каждой воздушной петелькой И еще один патентный столбик в вершинке Всего нам нужно провязать 4 заполненные клетки Сейчас также можете нажать на паузу и провязать их в своем спокойном темпе Вот я сделала 2 заполненные клетки Теперь над пустыми клетками провязываем еще 2 заполненные клетки Так Одна заполненная клетка готова И вторая заполненная клетка готова Довязываем крайний столбик Все Мы приближаемся с вами к середине салфетки 2 пустые клетки 3 это уже середина И 2 пустые клетки Значит нам нужно провязать всего 5 пустых клеток 2 пустые клетки Мы вяжем до середины Одна И вторая пустая клетка Затем середина Это третья пустая клетка И теперь вяжем в обратную сторону 2 пустые клетки 1 И 2 Вот так Ряд у нас идет на убавление После пустых клеток вяжем 4 заполненные клетки 1 2 3 4 Вот они Сначала вяжем над двумя пустыми клетками По одной заполненной клетке Тут я думаю вы можете провязать эти 4 заполненные клетки самостоятельно Чтобы сэкономить время на видео Дальше у нас идут 5 пустых клеток Начинаем мы с пустой клетки И провязываем 5 пустых клеток 1 2 2 пустые клетки готовы 2 воздушные петли Заводим крючок в третью петлю И провязываем над двумя заполненными клетками еще 2 пустые клетки И остается 1 пустая клетка 2 воздушные петли И патентный столбик Вот После пустых клеток 2 заполненные клетки Над пустой клеткой И провязываем первую заполненную клетку Кстати напишите пожалуйста в комментариях как вам больше нравится Когда я снимаю вот так крупным планом поближе Или наоборот Когда я снимаю подальше Чтобы видно было узор уже в большем объеме Провязываем Провязываем Заполненные клетки Так Остается еще 2 патентных столбика Довязываем их 1 2 Все Давайте поглядим что же нас ждет в этом ряду Дальше А это бантик, прямоугольник и бантик Свяжем вместе Над прямоугольником вяжем бантик 3 воздушные петли и столбик без накида 3 воздушные петли Патентный столбик Так После бантика идет прямоугольник Это 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 И патентный столбик Провязываем в 3 действия Затем над прямоугольником бантик 3 воздушные петли Столбик без накида 3 воздушные петли Патентный столбик Ряд у нас почти готов Осталось совсем немного Возвращаемся к началу нашего ряда Давайте посмотрим что же нас ждет Сначала это пустая клетка заполненная 2 пустых клетки 4 заполненных и 1 пустая Вот какой участок нам осталось вязать Начинаем мы с пустой клетки 2 воздушные петли и патентный столбик Затем над заполненной клеткой вяжем 1 заполненную клетку Это еще 3 патентных столбика 1 2 3 Опять согласно рисунку Над двумя пустыми клетками Провязываем 2 пустые клетки 2 воздушные петли Патентный столбик 2 воздушные петли Патентный столбик Так Теперь нас ждут 4 заполненные клетки Над двумя заполненными клетками предыдущего ряда вяжем по одной заполненной клетке Это в каждую петлю вяжем по столбику Первая заполненная клетка готова И вторая заполненная клетка почти готова Вот Теперь над пустой клеткой вяжем заполненную под каждой воздушной петелькой по одному столбику 1 1 Вот здесь главное, чтобы они не смещались Тогда вязание получается ровным, очень красивым Затем вершинку Патентный столбик Над заполненной клеткой Одну заполненную клетку Так Довязываем ее Давайте поглядим, что получается Вот такая вот завитушка Видите, уже рисунок виден Теперь 2 воздушные петли Накид отсчитываем третью воздушную петлю Раз, два, три Можно с края, с одного или со второго Не важно Находим третью воздушную петлю И провязываем в нее крайний патентный столбик Все Ряд наш готов Поглядите, что получается Ну а в целом ряд вот такой Мне очень нравится салфетка Как она выглядит Продолжим мы ее вязать уже в следующей части Не пропустите, я постараюсь выкладывать видео почаще Спасибо, что вязали вместе со мной Увидимся с вами в новом видео Пока-пока